В эфире Петровка 38, в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Бойцовский клуб устроил 22-летний пассажир столичного метрополитена. Всё попало в объектив камеры видеонаблюдения. Конфликт начался со словесной перепалки в вагоне, а на платформе перерос в драку. Мужчина в жёлтой куртке нападает на своего оппонента. За потасовкой наблюдают очевидцы. В какой-то момент борьба переходит в портер, и только тогда другие пассажиры подземки решают разнять молодых людей. Установлено, что в вагоне электропоезда большой кольцевой линии метрополитена мужчина из кулиганских побуждений напал на 17-летнего юношу и начал наносить ему удары руками в область головы. Выйдя на станции метро «Мневники», подросток попытался защищаться. Очевидцы вступили из-за потерпевшего и помешали злоумышленнику скрыться. Даже после того, как его обездвижили, агрессор был готов снова наброситься, причём уже на любого. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, а вот злоумышленнику придётся научиться справляться со своей злостью. По статье «Побой» ему может грозить до двух лет лишения свободы. В подмосковном Орехово-Зуеве с поличным задержан так называемый кладмен. Он привлёк внимание стражей порядка своим странным поведением. Зачем-то фотографировал землю под деревьями. Всё объясняет эта оперативная съёмка. Наркоторговец выкапывает из тайников пакетики с мефедроном. Несколько минут назад он их закопал, сфотографировал места закладок и отправил снимки и координаты покупателям. Последняя фотосессия закончилась для 30-летнего драгдилера приводом в полицию. Сейчас будет произведён при понятых ваш личный досмотр. Какие-либо запрещенные предметы и вещества вы себе имеете? Да. Момент истины для задержанного. Он определённо хотел бы, чтобы в карманах было пусто, но только не сегодня. При личном досмотре у мужчины в карманах куртки сотрудниками полиции обнаружено и изъято 12 свёртков с порошкообразным веществом. В телефоне задержанного найдены фотографии с координатами мест закладок. При выезде по указанным адресам оперативниками изъято ещё 14 свёртков с аналогичным порошком. Очевидно, что мужчина выбрал для себя не совсем верный способ заработка. Теперь это может стоить ему долгих лет, проведённых за решёткой. На Камчатке, которая известна своей красотой без преувеличения, на весь мир нашлись люди, которые совершали некрасивые поступки. Целую банду телефонных мошенников разоблачили местные полицейские. Аферисты за день зарабатывали сотни тысяч рублей. За одним из злоумышленников оперативники следили с утра до вечера, чтобы взять с поличным, кто становился жертвами мошенников. И в чём заключалась преступная схема, узнал Денис Бушуев. Может показаться, что этот обыск проходит в квартире очень состоятельного мужчины. И чем тщательнее оперативники ищут, тем больше находят. Деньги здесь практически повсюду. Вот только собственное сбережение хозяина квартиры только в этом пакете. Но даже их он накопил нечестным путём. На стационарные телефоны граждан поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщали, что родственники пенсионеров стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. Для минимизации последствий аварии якобы было необходимо срочно передать крупную сумму. Затем к потерпевшим приезжал курьер, который забирал их сбережения. Вот и тот самый курьер. Мужчина шёл к очередной жертве и всё время держал связь со своим сообщником. Выходя из подъезда уже с деньгами, он получал очередные ценные указания. Но уже через минуту его задержали оперативники. Он говорит, тебе дадут адрес, приедешь, доберёшь, положишься на панкомат. За один день злоумышленник успел посетить нескольких потерпевших. Это содержимое того пакета, с которым курьера задержали. Деньги ещё одной жертвы как раз и были среди находок в квартире задержанного. Уже вечером курьер должен был перечислить все похищенные за день наличные сообщникам и получить свои 10% от суммы. Всего полицейские изъяли у мужчины 900 тысяч рублей. Но это лишь цветочки. Выяснилось, что на счету мужчины как минимум 11 обманутых пенсионеров. Общий ущерб более 3 миллионов рублей. Теперь 42-летнему местному жителю за мошенничество в крупном размере грозит до 6 лет лишения свободы. Его сообщников полицейские ищут. Денис Бушуев, Петровка, 38. В Красноярске стражепорядка тоже задержали курьера из банды дистанционных мошенников. Пожалуй, самого невезучего в своём роде. Его работодатели, сами того не подозревая, подложили ему свинью. Они отправили его за деньгами к пенсионерке. А она оказалась не той, за кого себя выдавала. Максим Ларин знает, в чём подвох. Этот молодой человек – курьер банды дистанционных мошенников. По иронии судьбы, его так называемые «звонари» фактически сами толкнули в руки правосудие. Когда вместо очередной жертвы старушки случайно набрали номер полиции. Трубку взяла сотрудница пресс-службы Марина Рыбакова. На мой вопрос, что случилось, звонившая спросила, «Ты что, не узнаёшь меня? Это я, твоя внучка». Зная о подобных способах мошенничества, я решила подыграть и продолжила разговор. Такие преступления Марина много раз описывала в пресс-релизах. Но сама с дистанционными мошенниками разговаривала впервые. Псевдовнучка рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте. Из-за этого машина врезалась в дерево. В аварии серьёзно пострадал водитель. Дальше всё развивалось по стандартной схеме. Женский голос в трубке сменился мужским. Человек представился следователем и заявил, «Виновнице ДТП грозит тюрьма. Но этого можно избежать. Цена свободы – 300 тысяч рублей». Капитан Рыбакова на сделку согласилась, а затем отправилась к коллегам-оперативникам уголовного розыска. Они вместе с сотрудницей пресс-службы поехали по адресу, куда курьер должен был приехать за деньгами. Сразу после передачи купюр напарня надели наручники. На допросе он во всём сознался. Забирал деньги у бабушек и переводил их на реквизиты, которые мне скидывали. Сколько себе оставляли? 10%. Ну вы знали, что это деньги нужно перевести мошенникам? Осознавал. Вот так курьер-эферист и его несостаившаяся жертва оказались в одном кабинете. Это Марина опрашивала молодого человека сразу после задержания, чтобы написать очередной пресс-релиз. Подозреваемому предстоит отвечать по статье «Мошенничество». Максим Ларин, Иван Перминов, Петровка, 38. О том, что ещё попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. 11 лет в федеральном розыске находился 62-летний житель Белореченска. Мужчина взял деньги у 25 человек. Обещал им построить жильё, но к работам даже не приступил. Злоумышленник вскрылся, прихватив более 40 миллионов рублей. Подозреваемого задержали в Ставрополе. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве передано в суд. В Санкт-Петербурге полицейские задержали карманницу-рецидивистку. Ранее судимая 25-летняя женщина орудовала в торговых точках. Самая крупная её добыча – 330 тысяч рублей и мобильный телефон. Как правило, жертвами воровки становились пожилые люди. В квартире злоумышленницы полицейские обнаружили улики. Несколько похищенных смартфонов. Возбуждено уголовное дело. 27-летняя пассажирка авиарейса «Москва-Абакан» не выдержала долгого перелёта и решила покурить в туалете. Когда девушка вернулась на своё место, бортпроводники заметили дым в салоне. На замечания сотрудников и пассажиров нервная особа отреагировала нецензурной бранью. Бальяжно расселась в кресле и громко материлась. Как только самолёт приземлился в Абакане, авиадебоширку задержали транспортные полицейские. На неё составили сразу несколько административных протоколов – закурение на борту и мелкое хулиганство. 34-летний житель Астрахани запустил квадрокоптер и начал снимать видео. Когда сотрудники полиции попросили мужчину предъявить документы, оказалось, что на учёт в Росавиации летательный аппарат не поставлен. А разрешение на съёмку с воздуха хозяин дрона не оформлял. И то, и другое обязательно по закону. Владельца привлекли к административной ответственности. Ему придётся заплатить штраф до 50 тысяч рублей. А сейчас эксклюзивные кадры, пожалуй, самого неудачного ограбления года. Всё происходит в Великом Новгороде. Мужчина идёт к своему внедорожнику за вещами. И тут его ожидает неприятный сюрприз. Машину облюбовал незнакомец с ножом в руках. Он сначала показывает хозяину, что тот пришёл не вовремя, а потом бросается за ним в погоню. Видно, что злоумышленник еле передвигает ноги. Это и решило исход схватки. Автомобилисту не составило труда обезвредить выпивоху. Вскоре ему на помощь подоспели коллеги. Мужчины удерживали несостоявшегося грабителя до приезда полиции. Оперативники выяснили, что нож, которым угрожал 41-летний ранее судимый местный житель, вместе с отверткой он украл из другого автомобиля. Впоследствии деньги и все похищенные вещи полицейскими были изъяты. Со слов злоумышленника, он был пьян. По дороге домой у него возникла идея похитить ценные вещи из незапертых машин. Пьяный налетчик успел найти в салоне чужой иномарки 40 тысяч рублей. Очевидно, что после такого случая хозяин внедорожника будет тщательнее проверять, закрыл ли он свою машину на ключ. Грабителю-неудачнику теперь предстоит протрезветь, а после отвечать перед законом. Житель Нижнего Новгорода так не хотел обременять себя работой, что решил во что бы то ни стало получить деньги легким путем и с помощью одного единственного инструмента – ножа. План сработал, и в карманах у мужчины действительно появились долгожданные купюры. Но вот длилась денежная эйфория недолго. Алла Смотрикова расскажет подробности. Один прыжок, и он уже за рабочей стойкой. Сотрудница микрофинансовой организации боится пошевелиться. В руках злоумышленника нож. Девушке остается только наблюдать, как преступник обыскивает ящики ее стола в поисках наличных. После чего сразу же зашли сотрудники полиции и поймали его. Грабитель не подозревал, что за ним следили оперативники. У задержанного полицейские обнаружили не только перочинный нож, но и пистолет. Правда, для пейнтбола. Однако время игр для этого мужчины прошло. Оперативные сотрудники проверяют информацию о причастности фигуранта уголовного дела еще к трем фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории Нижнего Новгорода. Со слов задержанного, похищенный в результате разбойных нападений, деньги он тратил на собственные нужды. Всего из кредитных организаций налетчик похитил около 140 тысяч рублей. В каких районах вы совершали преступление? В Сорновском, в Советском и в Хармановском. Что у вас сподвигло на такое преступление? В упадке денег. Кажется, проблемы с финансами просто преследуют этого 34-летнего мужчину. В прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Видимо, мужчина устал постоянно быть на мели, поэтому решил поправить свое материальное положение. Только вместо того, чтобы пойти на работу, он пошел на разбой. Свою ошибку злоумышленник осознал поздно. Теперь за такие визиты в кредитные организации он получит внушительный тюремный срок. Алла Смотрикова, Вячеслав Черненок, Петровка, 38. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, скелетированные останки которого были найдены в 2017 году вблизи СНТ «Орбита» в Пушкинском районе Подмосковья. Эксперты реконструировали внешность мужчины по черепу. Предположительно, его убили и закопали в лесу более 20 лет назад. На его шее была удавка. Сохранились также туфли коричневого цвета и дорогие часы. На момент гибели мужчине было от 23 до 30 лет. Его рост примерно 180 сантиметров. По данным полиции, он был убит членами банды Константина Пискарева, известного как Костя Большой. Сейчас все члены ОПГ и ее лидер задержаны. Идет судебный процесс. Если вы опознали этого человека, пожалуйста, позвоните по телефону, который вы видите на своих экранах. А у меня на этом все. До встречи.